добрый вечер друзья так если меня слышно в чате плюсики проставьте пожалуйста так нормально да то есть не слишком громко и не слишком тихо да так отлично запись пошла будем записывать программе камтазе ну параллельно тестируем мы все это как бы я тут как бы человек начинающий в этой сфере ну что ж друзья здравствуйте сегодня у нас ну как можно сказать уникальный вебинар на тему мотивация то есть как заставить себя что-либо делать вот многие писали конечно мне что типа вот я на диване там только сплю я и так научился вставать это же как можно сказать так крылатой фразы как заставить стать себя с дивана просто во фразе заложено фразы во фразе заложено информации как начать какое-либо дело то есть мотивировать себя началу какого-то действия ну и конечно же у нас настроение у всех весенние сегодня 6 марта 2013 года погода можно сказать отлично ну смотря кто откуда конечно у нас вот на урале прохладненько но он все равно настроение весеннее то есть днем вообще замечательная погода солнце светит в окно и примут идет мысли мысли идут действия идут сегодня хочу провести такой небольшой мотивационный вебинар ну как можно сказать советы советы для тех людей которые ленятся которые вечные студенты которые например думают долго или долго учатся но никак не могут начать что-либо делать ну и конечно к празднику так сказать у нас сегодня будет специальный гость артур который расскажет свою историю как он начал свою деятельность как у него были какие у него были успехи какие падения подводные камни и конечно же свой самый самый интересный самый самый необходимый в данное время актуальный монолог о том как подобрать красивый тут я смотрю в основном собрались мужчины на вебинаре как раз актуально расскажет о том как выбрать себе букет красивый и как выбрать себе красивый букет для подарка например своей девушки ну что ж сейчас я второе выложу вторую презентацию о чем сегодня пойдет речь так вопросы в чате конечно будем задавать потом сначала расскажем проведем вебинар и в конце каждого получаса будут будет время для вопросов вообще многие люди вот ждут какой-то знак например свыше знак то есть вот как будет знак я начну делать такое-то действие например о том о чем давно мечтал я начну это делать как только вот увижу такой знак или например с понедельника начну или же с первого числа так вот что я вам хочу сказать именно тот знак который вы ждете находится вот прямо здесь перед вами вот можете прочитать даже то что написано на экране если ты хочешь что-то сделать но никак не решаешься ждешь знака свыше то это вот он есть иди и делай все получится ну вот послушайте вебинар и начнете делать свои как бы своей мысли свои идеи воплощать в жизни то есть начинаете и делаете именно тот знак который вы ждете вот он прямо перед вами это будет все в записи записано можете хоть десять раз просматривать это видео но пока вы не начнете делать именно то что задумали вас не 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 сдвинуться с мертвой точки то есть то о чем вы мечтали но никак не можете начать поэтому берите и делайте вот и вот вот весь мой мотивационный как бы совет некоторые немножко хочу рассказать некоторые истории например вот были есть люди которые вот годами хотят воплотить свою мечту в реальность то есть думают думают очень много думают но никто никак не решается начать что-то делать вот тут небольшие советы конечно как себя мотивировать во первых ставьте какую-то цель ставлю ставлю цель вы уже начинаете к ней стремиться но если вы ставите какую-то большую цель вы к ней стремитесь очень долго можно сказать вот так вот поэтому прежде чем вы идете к своей главной цели ставьте по пути небольшие цели то есть идите от желания до достижения то есть вы что-то поставили себе цель достигли ставьте другую цель достигли ее ставите другой то есть ступенчатая как бы ступенчатая мотивация к главной вашей главной вашей цели то есть как можно сказать маленькие победы которые вас будут мотивировать к большой победе добиваясь маленьких целей у вас появится желание добиться и больших целей то есть именно к своей главной цели вы идете маленькими шагами второе это завершать начатое то есть проекты выполнены только наполовину ничего никакой пользы не принесут бросать дела незаконченными это привычка то есть выработайте эту привычку из выработать это привычка выработайте привычку завершить завершать начатые дела если вы себя как бы ловите на такой на таком моменте что вы не заканчиваете начатое дела вы можете вы ставьте поэтому небольшие цели то есть вот какую-то цель поставили обязательно то есть какое-то дело начали обязательно ее надо доделать обязательно дело надо сделать до конца поэтому как в первом пункте было сказано ставьте ступенчатые цели третье общайтесь с единомышленниками то есть люди у которых с вами совпадают интересы они очень сильно мотивируют вас то есть вы вот смотря на них видя их успехи можете сильно приблизиться к своей цели к исполнению своей цели то есть общайтесь с единомышленниками именно людьми с которыми у вас совпадают интересы которые добились определенных успехов если вы также общаясь с людьми которые ниже вас по достижению к цели вы можете им не руководить а просто как быть наставниками тоже помогать и это тоже вас будет мотивировать к достижению вашей главной цели если например вы находитесь в кругу неудачников то у вас будет всегда клеймо неудачника то есть вы можно сказать себя ассоциируете с ними и у вас уже никакой мотивации нету то есть вы не стремитесь ни к чему если хотите быть ковбоем то будьте среди ковбоев то есть стремитесь именно к людям которые ну как идеалы можно сказать фавориты ваши вот такие вот моменты так дальше учитесь самообразованию то есть учитесь учиться не обязательно искать каких-то специалистов чтобы начать чтобы обучиться какому-то делу например можно сейчас все в интернете изучать то есть человек умеет учиться и обладает возможностью учиться и можно без всяких инструкторов достичь познать какие-то например знания вот что то вы не знали по пути к достижению своей цели вам необходимо просто узнать как это делается вы можете спокойно это этому научиться и не обязательно учиться у каких-то инструкторов это можно учиться просто читать книги в интернете изучать то есть если хотеть то обязательно можно это добиться и если вы овладеете искусством самообучения то вы найдете способ воплотить жизнь даже самые сумасшедшие мечты конечно вот следующий пункт должен быть талант у людей обязательно если есть талант то он добивается успехов быстрее чем человек без талантов но есть еще такое качество людей как упорство то есть обязательно если вы стремитесь какой-то цель своей то есть вы стремитесь очень настойчивость настойчиво упорно то вы даже если не имея таланта обязательно достигнете своей цели в отличие от тех которые люди имеют талант просто прожигают его например не применяют в своей жизни хотя имеет определенный талант конечно хорошо если ваш талант совпадает с вашим интересом то есть от природы тогда у вас мотивация конечно будет очень сильная потому что намного легче уметь и хотеть одновременно чем просто хотеть но не уметь но вот это качество неумения можно восполнить упорством и трудолюбием поэтому обязательно надо не надо лениться и делать то что вы хотите именно вот на пути к достижению своей цели последний пункт это риск то есть риск всегда связан конечно с опасностью но не рискуя человек не не испытывает на своем примере те знания которые он получил то есть вы можете годами учиться учиться и но не применяя свои знания на практике вы не рискуя вы не набьете к себе шишек и не пройдете путь то есть не попробував у вас ничего не получится человек который пробует 100 дел начать из них 90 дел проваливаются то есть он уже знает что эти 90 дел у него не пошли А 10 дел у него пошли. А человек, который вообще ни одно дело не пробует, то есть у него и эти 10 дел даже не идут. То есть любая неудача, которая у вас на пути, это учение. То есть то, что вы какой-то путь прошли и у вас не получилось, это уже урок, это опыт. То есть надо всегда пробовать делать, обязательно использовать свои знания на практике. То есть теория это одно, а вот на практике мало кто использует, потому что придумывает различные оправдания, что вот лень, неохота, или начать надо с другого числа. Ну, различных оправданий, конечно, хватает. Поэтому риск, даже есть такая пословица, риск благородное дело. И кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится в известной поговорке. Так, следующий пункт. Сохраняйте веру в себя. Обязательно надо в себя верить. То есть если даже у вас не получается, мы шампанское не пьем. Да, можно же шампанское заменить каким-нибудь соком. Опять же это все крылатой фразой, так же как и заставить себя встать с дивана. Не обязательно вы утром стоите с диваном, вы можете просто днем просто лениться, ничего не делать, вам неохота. Вот надо себя просто заставить, надо найти себе какой-то мотивационный момент или посмотреть видеоролик. Вот, кстати, на моем сайте есть целый раздел «Мотивация». Я туда закидываю очень много интересных роликов. Посмотрите, то есть ролики о том, как спортивные люди в спорте достигают цели. То есть как люди ценят время, как нужно начинать каждый день. Обязательно посмотрите, много интересных роликов. Вера в себя. Вера в себя, конечно, очень сильно вдохновляет. То есть если даже вы потерпели неудачу в каком-то деле, обязательно в себя надо верить, знать, что это просто неудачный опыт. Неудачный опыт – это тоже опыт, который в будущем пригодится обязательно на пути достижения своей цели. Воплоти мечту в реальность. То есть вы обязательно должны исполнить, воплотить то дело, которое вы задумали. Если уж вы ставите неразрешимую задачу, то ставьте, как я уже говорил в начале, то есть маленькие задачи, которые приведут вас к этой неразрешимой на первый взгляд задаче. Но в конце концов вы даже будете потом, оглядываясь назад, удивляться, как же я раньше не мог представить эту задачу неразрешимой. То есть для вас она оказалась вообще непостижимой. А когда вы уже достигнете, то есть вы можете оглянуться назад и посмотреть, сказать, просто будете смеяться над прошлым своим мнением. Любое. Например, вы можете смело себе поставить цель уехать, путешествовать по миру, за границей пожить. Например, купить себе дорогой автомобиль или дорогую квартиру или какие-то другие цели. Вы можете найти себе, например, если кто не женат, вот красивую, любящую жену. То есть вы даже можете сомневаться в себе, но если вы достигнув цели, достигнув цели, уже вы будете как бы не то что сомневаться, а вот именно оглядываясь назад будете просто смеяться, что почему я так говорил, что я не могу достигнуть этой цели. Ну, как я уже говорил, да, первое, то, что это надо делать, это вот именно что надо делать. То есть просто берешь и делаешь. Вот ты узнал какую-то информацию? Это в любой сфере. Вот, например, мы занимаемся сайтостроением, мы в интернете развиваемся. Наш сегодняшний гость Артур, он изучал офлайн бизнес, онлайн бизнес, он просто берет любое дело и пробует, испытывает его. То есть вот он узнал, что есть, такие знания получил и просто он берет и просто делает. Вот сегодня он, кстати, расскажет о своих неудачах, успехах. Это как пример для людей, которые просто сидят и смотрят там или читают, изучают, но не применяют на практике. Как говорится в известной вот поговорке, путь в тысячу миль начинается с одного шага. То есть если даже вы, если вы хотите сделать очень большой путь, пока не сделаете первый шаг, у вас, конечно, никаких действий не будет. Да, вот, например, чтобы, конечно, исполнить свои небольшие цели, надо план строить. Обязательно на следующий день себе планировать определенные задачки. Каждый новый день – это ступень куда-то выше. Вот прожив день, вы обязательно стали мудрее, умнее, опытнее. И поэтому вы уже можете свои знания применять именно в тех областях, где вы даже не пробовали. То есть вы вот завтра, например, можете начать делать такое дело, которое вы даже и не думали, что будете делать. А знания, знания, их потихоньку они приходят. Это не всегда вы получаете информацию. Сейчас век информационный. Интернет, новости различные, СМИ, там все это рассказывается, конечно. И поэтому вы получили информацию, вы даже вчера не могли предположить, что вы сегодня, например, будете делать это дело. Поэтому каждый свой день начинайте с новых дел. Обязательно с вечера планировать и, конечно, все у вас получится. Обязательно, не обязательно, конечно, но многое, конечно, у нас в жизни не просто делается расчетом. То есть план составил, сделал очень много человеческого фактора в жизни. И вот один из них – это любовь. То есть любовь очень сильно вдохновляет человека. Человек вообще может не предполагать, что он, не встретив свою любовь, например, какую-то цель поставил, он даже не мог предположить, что, например, любовь ему поможет достичь этой цели. Поэтому постарайтесь любить друг друга, свою вторую половину. Сейчас вот у нас праздник близится, 8 марта. Девушек своих поздравите, матерей, сестер. То есть любовь, она очень сильно мотивирует и вдохновляет. Так, у меня все. Сейчас можете писать вопросы, и я передаю трубку Артуру. Он расскажет свою историю о том, как он пробовал, как у него не получалось, как у него получалось. И также он расскажет конкретные действия по выбору букета на подарок. Артур, ты на связи? Алло, алло. Алло, алло. Ага. Как слышно? Привет. Друзья, добрый день. Кто меня слышит? Плюсики. Адамирус. Эдгар. Ага. Окей. Начинаем, да? Угу. Больше всего хотел бы со всеми с вами поприветствовать. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Артур Богомолов. Мы занимаемся развитием бизнеса. Да, как Рустам сказал, мы тестируем очень долго, проверяем ниши недвижимости и так далее, так далее, так далее. Вот, в общем, прежде всего, я хотел бы сказать, в самом начале, когда начинался этот вебинар, Рустам повесил то, что вот Артур Богомолов, предприниматель, там тот, ну, в общем, развил тот бизнес, развил этот бизнес. Да, в принципе, это так и есть, очень много неудач, они были связаны, ну, со всеми сферами, скажем так. Вот, в общем-то говоря, я, наверное, примерно три месяца назад расскажу о чем, ну, то есть, какие были поддельные камни, какие были минусы, что мы не ушли и так далее, и так далее. В общем, прежде всего, для чего нужен вебинар вообще. Вебинар, вот, лично Рустам ведет для того, чтобы помочь людям, ну, поделиться тем, в чем он собирается, что он знает. И, то есть, скорее всего, людям будет полезно, и это им будет полезно. Так, и вот, в принципе, вот, как бы, на эту тему Рустам пригласил меня как раз, чтобы я рассказал вам, чем я занимался. Так, вот, в общем, я начну, наверное, с того момента, когда мы пытались продать веники. Вот, некоторые помнят вот этот момент, да, мы их пытались продать. Мы их не продали, в общем-то говоря. Мы, в принципе, потеряли и время, и потеряли день. Так, дальше. Второй момент. Примерно три недели назад мы поехали в Уфу продавать все плиты. Вот, опять же, мы не подготовились к этому моменту и не смогли толком их продать. И потеряли, ну, в районе порядка трех-четырех тысяч. И это, в принципе, нормально. Так, в общем, я бы, в принципе, посоветовал, прежде чем что-то начать, нужно проверить это и протестировать. Мы занимаемся тестированием, тестом ниши цветов, цветов, а цветочный бизнес. Вот, на каком этапе мы сейчас находимся? Я постараюсь включить камеру, чтобы, ну, как бы, показать вам, чтобы все слушатели меня увидели. Так, сейчас я пытаюсь это сделать. Вот, загрузился. Да-да, все загружается. Видно, да. Все. Так, значит, начинаем. В общем, я сейчас продемонстрирую свой, ну, в данный момент, бизнес, цветов, постараюсь, в принципе, рассказать все-все-все, в общем, моменты, но могу что-то упустить, потому что, в принципе, то, на подготовку было времени мало, и я, ну, что-то не учел, что-то учел. Вот, в общем, этот бизнес существует, ну, в районе, ну, в общем, недели, скажем так, он существует. Вот. Мы запустили продажи с 1 марта. Вот, так, это бизнес цветов. В общем, что я сделал. Первое, мы создали группу ВКонтакте. Вот эта вот группа, вот она, сейчас у вас на экране. Второе, примерно в течение, ну, за ночь я сделал сайт, веб-сайт, вот этот веб-сайт. Вот он сделан на шаблоне, по шаблону БМ, ну, то есть бизнес-молодость, вот, ну, то есть телефон и так далее. Так, в общем, наш шаг был найти товщиков, найти поставщиков, у кого купить цветы. Вот. Мы нашли поставщиков самых выгодных для нас, он, ну, то есть они находятся в Терлитамаке. Так. Дальше. Расписали цены, вот, например, вы можете сейчас увидеть наши цены. Вот. И второе, что нам нужно было, нам нужно было найти клиентов. Вот. В общем, мы запустили рекламу в двух группах ВКонтакте. В Терлитамаке и Буфе. Три группы. Ну, в одной, примерно, в порядок 60 тысяч человек, в другой порядок 20 тысяч. Вот. И в течение, получается, трех дней у нас набралось, ну, вот, например, ну, где-то 100 человек набралось, и поступило звонков в среднем, 50 звонков. В средних 50 звонков примерно заказали порядка двух человек. То есть в трех человек я уже получил деньги в кассу. То есть, в общем, у нас не было денег для того, чтобы стартовать вообще. У нас не было никаких первоначального капитала. Вот. Мы создали группу, мы создали сайт и запустили трафик туда. Вот. Сейчас у нас уже заказали порядка 10 человек наши цветы. То есть сейчас я продемонстрирую вам Сбербанк на счет и счет и кошелек. Так, секундочку. Так, вот он у нас наш счет. То есть за неделю нам прислали за наш товар деньги, которые мы еще не доставили. Вот мы как раз завтра вот этим будем заниматься. И вот сейчас телефон звонит. Видимо, звонит клиент, но я никак не могу взять пока что трубку. Вот так. В общем, на Сбербанке у нас, вот видите, 9238. Она, в принципе, сделана ничего. У нас не было никакого капитала. И вот мы получили деньги, и завтра мы доставим товар. Ну, то есть и вот 30%, вот 9000 это будет наша зарплата. Так как нашему магазину примерно всего лишь неделя, я считаю вот эти вот, ну, почти что 10, это, ну, такой средний чек, это просто, ну, я думаю, супер за неделю. Вот, дальше. Это еще пока что 10, вот примерно к 11, будет уже, ну, больше. Так, Kiwi кошелек. На Kiwi кошелек у нас лежит 4000. То есть вот 4000 нам перевели, тоже так же, что мы завтра доставим нашим клиентам. Так, вот в общем, на чем основывать этот бизнес на первых клиентах, то есть Elite, EliteGen. Мы создали сайт, создали группу и запустили EliteGen с помощью рекламы. Сейчас наш сайт, это в течение вот, ну, 5 дней, вот наш сайт сейчас посещает день, он сейчас, начиная с 9 утра до, у сегодняшнего 135 человек. Я считаю, я считаю, ну, неплохо, в общем-то говоря, за неделю, мы вот набрали такой трафик. Вчера к вечеру примерно 12-30 посещений. Вот, из них ко мне позвонила, телефон звонит, звонит, прям почти каждых 5. Вот, из них позвонили примерно 80 человек, 80. И вот из 80 сейчас, ну, как бы заключаем сделку с 15. То есть 15 человек, вот, кто-то перевел уже деньги, а кто-то не перевел. То есть переведет вот, 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 в скором, ну, то есть очень скоро переведет деньги. Вот. К чему я все это говорю? В общем-то, говорил, Рустам меня позвался сюда, чтобы, ну, как бы, а с чем я сейчас занимаюсь и, например, как я это сделал. Я вот постарался, конечно, все это объяснить. Ну, толком, конечно, не было времени, чтобы подготовиться, и поэтому, все задержки и так далее, я извиняюсь. Вот. Ну, просто я хочу сказать о том, что бизнес запустить в России, это, в принципе, вполне реально и вполне можно. Приложив к этому усилия, ну, само собой, сразу, ну, конечно же, ничего не получится. Будет очень много сложностей. И вот уже полгода я пытаюсь запустить, и толком, ну, ничего не выстреливает. Вот. Ну, слава богу, вот сейчас у нас этот бизнес цветов, вот он, ну, как бы он запустился, и он сейчас работает. То есть уже есть трафик, уже есть покупатели, есть страницы, которые посещают, есть стаи, которые посещают. Вот. И думаем, в дальнейшем мы будем развивать, будем предоставлять, ну, то есть будем, наш каталог цветов будет увеличиваться. Дальше будем, ну, как бы, услуги, будем много предоставлять и постараемся открыть, ну, побольше точек по Башкирии для начала. Так, дальше. В общем, из цветов в нашем каталоге, ну, то есть мы продаем тюльпан, продаем розы, также продаем аксессуары, это вот какие-то, ну, мягкие игрушки, там, шарики. Ну, опять же, очень мало товара, потому что мы только начали. Так, вот из роз, из роз у нас, ну, в районе где-то, наверное, 30 позиций, то есть мы продаем розы от 15 до 101. Самый дешевый роз, вот на данный момент у нас 51 рубль за бутон. Также вот у нас самый, в принципе, дешевый букет из 101 розы, он у нас стоит 1920. И это, в принципе, такой, ну, скажем так, товарный лопатив, ну, на который люди, ну, как бы, людям выгодно, и они, там, вот, и в основном покупают вот этот вот, вот этот вот букет 101 роза. Так, в общем, я всем вам хочу пожелать всего доброго, всего счастливого, чтобы, как бы, создали свой бизнес. Мы встретимся, конечно, более постараемся описать свои, ну, как бы, возможности, свои бизнесы, ну, и так же. Вот завтра праздник, праздник, восьмой, как бы, желаю вам, чтобы каждый отметил по-своему, скажем так. Кто-то отмечает этот праздник, кто-то не отмечает. Так, ну, я думаю, в принципе, извиняюсь, что, ну, как бы, были какие-то доделки, были какие-то недоделки. Немножко со звуком проблемы были. Спасибо большое. Артур? А, ну, понятно, все. Все, спасибо Артуру за такой интересный момент, то есть он на своем примере именно показал, вот, как можно захотеть и просто начать и делать. То есть вот человек сейчас просто зашивается, вы слышали, да, как у него телефон постоянно звонит. Кстати, меня слышно, да, плюсики поставьте, я что-то не спросил. В чате поставьте плюсы. Ага, все, отлично. Вот человек, видите, вот, он даже не может на вебинаре, вот, 10-15 минут выделить, потому что ему звонят, звонят, постоянно звонят. То есть сейчас он перед 8 марта просто зашивается. Человек просто без единого рубля, у него был единственное, что у него было, это домен и ВКонтакте. Вот он ВКонтакте сделал группу, нашел друзей, они ему пропиарили группу. То есть 200-300 человек, пожалуйста, у Фасти, Литамак, вот, близлежащие города, он пропиарил. И у него народ пошел, короче, на сайт, вот, в среднем 150-200 человек в день посещает. Я думаю, это хорошая мотивация для вас, поэтому вы просто берите и делайте. Вот как написано здесь, иди и делай. Обязательно этот вебинар будет в записи, и для тех, кто будет смотреть это в записи, внизу укажем ссылки на интернет-магазин цветов Артура, на его группу ВКонтакте, на сайты все. И обязательно посещайте мой сайт «Как заработать миллион». То есть там постоянно я буду выкладывать различные мотивационные моменты и разные интересные вещи. Сейчас можете задать вопросы, я буду отвечать. Еще у нас есть около 7 минут до 45, немножко пообщаемся. Мотивация в чем? В чем мотивация? То есть мотивация в том, что человек... Мотивация имеется в виду в деле, в каком-то деле, например, мечта или какая-то цель, которую вы давно себе поставили, и не можете ее воплотить. Вот такая вот мотивация. Еще пишите вопросы. Так, как сделать сайт? Так, сайт, сайт. У нас по сайту был вебинар прошлый, это мы с Радмиром проводили. Поэтому я обязательно в тексте укажу ссылку на прошлый вебинар, записи он есть. И там посмотрит. Там у нас интересно разобраны моменты. Что тебя лично мотивирует каждый день вставать с дивана? Так, вставать с дивана. Я, то есть, стараюсь сейчас мотивироваться с вечера, обязательно. Посмотрев какой-то интересный фильм, например, или какой-то видеоролик, и с вечера я уже мотивирован на следующий день, обязательно я целеустремленно просыпаюсь и начинаю какое-то дело. Особенно, или же, например, я вот когда веду сайт свой, я какой-нибудь успешный пост пишу, интересный, и он меня тоже очень сильно мотивирует встать с дивана и начать делать. То есть, я знаю, что в интернете люди зарабатывают, поэтому меня сильно мотивирует начать. Да, план заданий, то есть, перед сном я обязательно план на следующий день делаю. И очень сильно это меня как бы мотивирует. Задание перед сном. Да, да, вот именно что, задание. То есть, именно то, что ты должен сделать завтра. Обязательно сегодня себе сделай такой план, план на завтра. То, что сделать завтра. То, что ты хотел, но никак до сих пор не получается у тебя делать. Ну что ж, друзья, спасибо всем, что присутствовали. Обязательно будет в записи все это, можете пересмотреть еще раз. Всем удачи, с наступающим праздником. И, конечно же, мотивируйтесь, обязательно достигайте своих целей, начинайте, заканчивайте начатое, начинайте свои дела. Вот так вот. Всем пока. Все. До скорых встреч. Заходите на мой сайт rustamnova.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok